Следующая неделя включает в себя нерабочие будни с 1 по 3 и праздничные дни с 4 по 7 ноября. Именно с 1 по 3 ноября родители при крайней необходимости могут привезти ребенка в детский сад. Группы будут работать в режиме повышенной готовности. Термометрия, регулярное проветривание и дезинфекция. О своем приходе необходимо заранее сообщить воспитателю. Для того, чтобы руководители образовательной организации могли спланировать занятость своих сотрудников и обеспечить бесперебойную работу дошкольных образовательных организаций. И предусмотреть необходимое количество продуктов питания на эти дни, для того, чтобы полноценно ребятишек в эти три дня накормить. Объявление в неплановых выходных, решение которое принято не в пользу забавы, а исключительно для того, чтобы прервать цепочку контактов между людьми. Тем самым сократить рост заболевших. Именно поэтому специалисты рекомендуют провести это время с семьей дома. Тем более пойти будет некуда. Места массового скопления, вроде кинотеатров, игровых залов и торговых центров, на период нерабочих будней закрыты. По возможности, конечно, необходимо оставить детей вместе с родителями. Во-первых, это очень полезно для семьи. Семья побудет вместе, они могут вместе сходить на прогулку, вместе почитать книги, посмотреть какие-то и обсудить интересные фильмы. Для детей соответствующего возраста. И таким образом цель, наверное, будет достигнута. При этом кружки, секции и другие виды дополнительного образования будут работать в онлайн-формате. Можно без риска для здоровья совместить приятное с полезным. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ.